Всем привет! Я наконец доделал новую версию своей игры по SCP на Android. Ссылка в описании. А ещё на своём основном канале я когда-то додоберусь рассказать о том, что за дичь я вообще делаю. Так что подпишитесь и на него тоже. SCP-748. Индустриальный крах. Объект номер SCP-748. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Неаномальная конструкция на SCP-748 была перестроена в зону 68. В случае попадания на территорию зоны гражданских лиц, сотрудникам охраны предписывается применять нелетальное оружие в сочетании с амнезиаками. На расстоянии в 4 километра вокруг зоны 748 должен быть возведён забор из стальной колючей проволоки. Каждые 3 метра на заборе должны быть закреплены знаки токсичного загрязнения. В свете недавних изменений SCP-748 охрана была увеличена. Исследователям предписывается перемещаться и работать группами не менее чем по трое, и постоянно находиться в сопровождении вооружённого эскорта. Охранники должны быть экипированы звукой и видеозаписывающей, работающей в реальном времени аппаратурой, закрепляемой на шлемах, а весь персонал датчиками слежения GPS. Описание. SCP-748 представляет собой заброшенный промышленный комплекс, нацеленный на массовое производство посредством использования аномальных технологий, расположенный в Лоуэлле, Массачусетс. SCP-748 был построен под неаномальной фабрикой. Аномальные аппараты внутри SCP-748 покрыты ржавчиной, испорчены и в большинстве своём приведены в нерабочее состояние. Согласно восстановленным документам, эти автоматы потребовали бы мощностей, сопоставимых с мощностью термоядерного реактора. Однако их прежний источник энергии так и не найден. Конструкция SCP-748 предстаёт незавершённой, что доказывают заложенные дверные проходы, коридоры, оканчивающиеся тупиками, и провода трубы ни с чем не соединённые. Проход на первый подземный этаж находится внутри находящегося на поверхности строения SCP-748 и частично завален. Металлические знаки обозначают место как загрузочное помещение 03-1200-I-21. Этаж разделён на 8 коридоров, блоки камер с 1 по 8, каждый из которых сходится в круглой комнате, оснащённый большим механическим лифтом. Камеры предназначены для содержания рабочих. По оценкам, этаж спроектирован так, чтобы содержать от 4000 до 6000 индивидуумов в тесных антисанитарных условиях. Второй подземный этаж представляет собой прямоугольное помещение. Несмотря на расстояние до поверхности, он, судя по всему, предназначен для упаковки и погрузки продукции. Находящиеся на нём знаки обозначают его как погрузочное помещение 03-1200-F-51-90. Включая центральный, на этаже находится 21 механический лифт. Они, вероятнее всего, использовались для транспортировки предметов из сборочного цеха. Внутри находятся три идентичные машины, прикреплённые к южной, восточной и северной стенам, и маркированные как, собственно, NOTUS, EUROS, BAREAS. Хотя они находятся в неактивном состоянии. Из восстановленных документов можно предположить, что их предназначение было связано с транспортировкой объектов. Такая же машина, судя по всему, некогда находилась у западной стены и была уничтожена. Эти машины классифицированы как SCP-748-1. Были обнаружены сильно проржавевшие контейнеры, беспорядочно разбросанные по всей территории. Сами контейнеры не аномальны, а их аномальное содержимое было переведено в зону для изучения. В числе таких объектов 500 коней качалок, живых в биологическом смысле, кричат при наблюдении, крайне радиоактивно. 500 шуб, сделанных из шкур неопознанных животных, постоянно в состоянии горения. 2000 винтовок, внешне похожих на модель M1903 Springfield, без наблюдаемых аномалий, но счетчики Канта регистрируют показания от 50 юм, что предполагает высокий уровень потенциальной нереальности. 800 шляп котелков, которые невозможно снять после надевания, заставляют носителей исторгать ос из всех отверстий в теле. 200 тысяч сигарет, непосредственно их выкуривание преобразует потребителя в китовую акулу, подверженные индивиды взрываются по окончании превращения. Процесс занимает около 30 минут. 10 тонн гнилого мяса. Генетический анализ выявил его принадлежность к гибриду человека, свиньи и кальмара. Высокорадиоактивно. Третий подземный этаж представляет собой полукруглое помещение, в которое можно попасть на центральном лифте. Знаки обозначают этот этаж как производственное помещение 03-1200 Омега-91. Локация заставлена ленточными транспортирами, пневматическими трубами, катодными лампами и водопроводными трубами. Все они соединены с большой машиной, классифицированной как SCP-748-2, расположенной в южной секции камеры. Согласно восстановленным документам, предназначение SCP-748-2 было сродни молекулярному ассемблеру. Существующее в теории устройство, способное контролировать химические реакции путем позиционирования реагирующих молекул с атомарной точностью, известно также как универсальный конструктор. Однако его конструкция и принцип действия не соотносятся с подобными гипотетическими конструкциями или с установленными законами природы, указывая на полную аномальность процесса. Судя по всему, SCP-748-2 в прошлом получил значительные повреждения, что, судя по всему, было напрямую связано с нейтрализацией SCP-748. По оценкам, это произошло в ранних 1950-х годах, хотя записи говорят, что надземная часть фабрики была закрыта и заброшена в 1915 году. История обнаружения. Фабрика, впоследствии вместившая в себе SCP-748, была построена в 1882 году Рендольфом Т. Мецгером и изначально функционировала как текстильное производство. Предполагается, что сама SCP-748 была построена в обстановке секретности между 1896 и 1908 годами. Будучи заброшенной задолго до постановки на содержание, локация считалась популярной, хотя и опасной целью для исследования и источником нескольких городских легенд, ни одна из которых не считается относящейся к ее аномалии. 04.09.1912 года фонд начал собственное расследование после связанных с данной локацией случаев исчезновения, продолжавшихся несколько лет. SCP-748 находилась на содержании фонда уже к октябрю того же года. Рендольф Т. Мецгер. Биография. Рендольф Т. Мецгер, 1840-1915, был влиятельным текстильным магнатом, сын немецких иммигрантов. Он был объектом самых восторженных отзывов. О нем говорили, как о человеке, воплотившем поговорку из грязи в князе. Он владел несколькими заводами, а его наиболее прибыльные предприятия было расположено в городе Роуэлл, Массачуссесс, на которое он нанял порядка 70% местного населения. Мецгер также был отмечен за свой благотворительный вклад, в том числе за руководство Мецгерским домом для трудных детей и организацией по улучшению человека. Несмотря на свою благотворительную работу в глазах профсоюзов, он оставался человеком недостойным уважения. Условия внутри фабрики, по имевшимся сообщениям, были бедственными, а меры безопасности отсутствовали как таковые. Его конфликт с рабочим движением достиг своего пика при взрыве на фабрике в Лоуле в 1895 году, ставшем причиной 23 летальных исходов. Вина за происшествие была возложена на анархистских провокаторов. Шесть человек были арестованы и казнены за причастность. Несмотря на недостаток доказательств, настоящая причина инцидента до сих пор неизвестна. Полиция отказалась продолжить расследование дела. Предполагаются коррупционные правонарушения. Мецгер начал реорганизацию своего бизнеса в начале 1896 года, что привело к созданию того, что в дальнейшем будет классифицировано как SCP-748. Примерно к этому времени, согласно личному журналу Мецгера, он вступил в контракт с сущностью, известный как «инвестор». Классифицирован как ЛПИ-296. На данный момент не индифицирован, обладал или обладает способностью производить аномальные технологии. 13 ноября 1915 года Мецгер совершил акт самоубийства. Его тело было обнаружено констеблями после того, как разносчик почты доложил о звуках выстрелов в окрестности его поместья. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало самостоятельно нанесенное полевое ранение в голову. Ткани мозга найти не удалось, следователям предполагается, что они были съедены домашней собакой. Его семья и прислуга признаны пропавшими, и их судьбы до сих пор неизвестны. Связанные документы. Запись в дневнике Рэндольфа Т. Мецгера, 1896 год. Сделка заключена. Я ни о чем не жалею. Необходимые жертвы. Все до одной. Просто хорошая сделка. Инвестор многое обещал. И скоро я буду богаче, чем Крёс. Неотправленное письмо. Бриана О'Доннелл, 1897 год. Мама, этих денег должно хватить вам на месяц. Передавай привет о сестренке. Скажи ей, что я получила ее письмо. Хорошие новости. Господин Мецгер очень изменился. На новую фабрику не насмотришься, и общежития такие просторные. Он сказал, что она еще даже не закончена. Он даже планирует увеличить наши жалования. Неужели протестующие достучались до него? Не знаю, но выглядит искренним, всегда улыбается. И девочке тоже счастливо. Он говорит, фабрика станет примером для всего мира. Мы чувствуем себя уже не просто работниками. Как будто мы здесь теперь часть чего-то большего. Это не сравнится с господином Мецгером, но это точно улучшение. Не видела его семью уже некоторое время. Его жена и мальчики раньше часто нас посещали. Искренне твоя, Брианна. Запись в дневнике. Люсия Чайковская. 1900 год. Переведено с польского языка. Куда все идут? Так много этажей. Сколько их сейчас? Так сложно не сбиться со счета. Работа с Сашей на 202-м. Мы говорили, и тут она исчезла. Смотритель не велел беспокоиться. Я спросила его еще раз, и он меня избил. Я не знаю, почему у него нет лица. Я ищу ее сегодня, но не могу найти 202-ю. Номера все время меняются. За глазами у меня болит. Нос и уши кровоточит. Смотритель говорит, это нормально. Нельзя, чтобы они видели, как я плачу. Иначе они воспользуются прутом для наказаний. Хватит. Я умираю изнутри. Запись в дневнике Рэндольф Т.Метцгер. 1902-й год. Машина вошла в рабочий режим, опережая расписание. Двери Януса нацелены на положенные им импульсы назначения. Бесконечный поток сырья. Желаю я одежд из лучшего шелка? Машина создает их. Желаю я игрушек? Она будет выпускать их. Впредь м... Машина может по щелчку собрать любое потребляемое благо. Я превращаю плоть в хлеб и кровь в вино. Фабрика подчиняется моей воле. Работники живут только благодаря моей милости. Я здесь бог. Запись в дневнике Фионы Мёрфи. 1906-й год. Это место тюрьма. Нам не дозволено уйти. Те, кто снаружи этого подземелья, должно быть, не знают. Все больше и больше работников. Сотни, тысячи. Фабрика расширяется. Фабрика перемещается. Я подслушал осмотрителей. Они говорят, что это одна из многих, соединенных дверями Януса. Что они имеют в виду? Стены двигаются. Слишком много этажей. Слишком много комнат. Не могу уследить. Все выглядит нереальным. Меня мутит и рвет каждый день. Еду нам вводят через уколы. Ровно столько. Ровно столько, чтобы мы не умерли и не прекратили работать. Шум стоит и глушающий. Звук машины криков. А этой каторги не видно конца. Люди урабатываются до смерти. Потом их скармливают. Это адской машине. Мы производим все подряд. Еду, игрушки, одежду. И оружие. Такое, что я не могла бы вообразить себе прежде. Ужасное. Ужасное оружие. Нам отведено 4 часа на сон. Но я часто просыпаюсь от звука жнецов. Скрип металла о металла. По утрам мы иногда обнаруживаем, что кто-то пропал. И не смеем задавать вопросов. Приходится держать голову ниже. Нельзя смотреть им в глаза. Они не люди. Больше нет. Запись в дневнике. Рандольф Т. Мецгер. 1912 год. Это не то, сик, что мне обещали. Приложение. 14.05.1996. Загромождение из костей, металлолома и нескольких больших труб, использовавшихся по всему комплексу, исчезло. Исчезновение повлекло за собой быстрое заполнение труб водой, результатом чего стала потеря 11 сотрудников. После этого инцидента по всему комплексу зажглись электрические лампы. Мерцающим и тусклым светом. Судя по всему, из-за низкой мощности. В том месте, где ранее заканчивалась шахта центрального лифта, открылось отверстие, ведущее на дополнительный этаж. Четвертый подземный этаж представляет собой сферическое помещение, доступное через шахту центрального лифта. Металлические знаки обозначают этот этаж как административное помещение 03-1200-586. На этом этаже содержится 200 столоподобных машин, соединенных друг с другом посредством медных проводов, бронзовых вакуумных труб. Каждое устройство несет в своей конструкции стеклянный цилиндр, содержащий неопознанную зеленую жидкость и один консервированный человеческий мозг. Эти мозги являются биологически живыми, однако на них имеются признаки повреждений, соответствующие лоботомии. Эти устройства классифицированы как SCP-748-3 и соединены с массивными и сложными аппаратами в северно-восточной части этажа, классифицированными как SCP-748-4. SCP-748-4 представляет собой 275-тонную биомеханическую машину, выполняющую функцию контроля и управления SCP-748. Механический компонент SCP-748-4 сравним с аналоговым компьютером, хотя и неимоверной сложности, а его органический компонент является живым человеческим мозгом, утверждающим, что он является Рэндольфом Темезгером. Голос SCP-748-4, как правило, искажен и испорчен помехами. Неясно, как он способен говорить и слышать. Интервью 01. Опрашиваемый SCP-748-4 на Рэндольф Темезгер. Опрашивающий доктор Эмерсон. Предисловие. Первое официальное интервью с SCP-748-4. Начало записи. Доктор Эмерсон, пожалуйста, сообщите свое имя. SCP-748-4. Я Рэндольф Тадеус Мецгер. Вас послал инвестор? Неужто он бы желал поговорить со мной после стольких лет? Доктор Эмерсон. Нет, я не была послана инвестором. Скажите, как вы остались в нынешнем состоянии? SCP-748-4. Ты думаешь, ты мне ровня? Усмири свой тон и не задирай нос. Я не требую ответов. Исполни мое желание и, возможно, я потешу твое любопытство. Доктор Эмерсон. Очень хорошо, мистер Мецгер. Задавайте свои вопросы. SCP-748-4. Если ты не одна из его прихвостней, тогда кто ты? Доктор Эмерсон. Я исследователь и только. Это Удв. SCP-748-4. Перебивает голос искажен. Металлический и скрипучий тон. Лгунья. Лгунья. Я следил за тобой всеми моими глазами. Исследователь, да. Но не держи меня за дурака. Доктор Эмерсон. Я боюсь, эта информация засекречена. SCP-748-4. Значит, ты поразил. Ничего не получишь. Конец записи. Заключение. Смотрителем был сделан запрос на соглашение по ОИ. Обмен информацией. Ограниченная и контролируемая выдача информации с целью получения другой информации. На данный момент неизвестный. Запрос одобрен. Доктор Паула Эмерсон. Интервью номер 2. Опрашиваемый SCP-748-4 Рандольф Т. Метцгер. Опрашивающий доктор Эмерсон. Предисловие. Второе официальное интервью с SCP-748-4. Начало записи. Доктор Эмерсон. Мы согласны с вашими условиями. Мы организации, занимающимися аномалиями, такими как вы. SCP-748-4. Теперь я аномалия. О, это просто один из секретов фирмы. Доктор Эмерсон. Секрет производства мозгов в банках? SCP-748-4. Тише, тише. Нет нужды в едких замечаниях. Доктор Эмерсон. Вы ответите на ваш вопрос? SCP-748-4. Задавай свой вопрос. Я решу, отвечать мне или нет? Доктор Эмерсон. Как вы оказались в нынешнем состоянии? SCP-748-4. Я был до смерти испуган, понимаешь ли. Сперва, по крайней мере. Без сомнения, мои враги провозгласили это верхом справедливости или другой ахинеей. Это не было наказанием для меня от инвестора. Нет, нет. Это было повышение эффективности. Только это и было важно. Доктор Эмерсон. Кем был этот инвестор? SCP-748-4. Очень богатым человеком. Богаче меня. Я был шестым в списке самых богатых магнатов на планете. А пятеро, что были зажиточнее меня, они тоже с охотой стали служить невидимой руки рынка. Я не знаю ни одного его имени. Никак он сколотил свое состояние. Вероятно, он куда не пойдет, везде денежку найдет. Существует теневой рынок, он всегда был. Там, где Рокфеллер царил днем, инвестор правил во тьме. И даже Рокфеллер склонил голову перед ним. Вся грязь этого мира, отребья, социалисты, паразиты, взвизгивающие искажения, сменяющиеся помехами. Они говорили про нас. Звериный оскал капитализма. Что же, если это был звериный оскал, то царем тех зверей был инвестор. И кроме нас, никто и не знал, что он существовал. В конце концов, он решил остановить проект. Он почувствовал это. Знал, что терял контроль. Теперь идите. Я притомился от разговора. Возвращайтесь позже, если обязаны. Конец записи. Заключение. Удачный разговор, хотя его напыщенная речь оставляет лишь предполагать, что из сказанного было лишь преувеличением. Доктор Паула Эмерсон. Интервью номер три. Опрашиваемый SCP-748-4 Рэндольф Т. Мецгер. Опрашивающий доктор Эмерсон. Предисловие. Третье официальное интервью с SCP-748-4. Начало записи. Доктор Эмерсон. Не изволите ли ответить еще на несколько вопросов? SCP-748-4. Спросите, и дано будет. Возможно. Доктор Эмерсон. Что вы можете сказать об этом комплексе, для чего он служит? SCP-748-4. И вы называете себя исследователем? Как вы можете не видеть, для чего он служит? Если бы вы были моим сотрудником, я бы уволил вас и бросил в котел. Значение неизвестно, но предположительно часть SCP-748. Как бракованный материал? Доктор Эмерсон. Позвольте мне уточнить, мы знаем, что он для производства, но какова общая цель? Как он работает? SCP-748-4. Чтобы привести индустрию к ее логическому завершению. Как он работает? Ха. Взвизгивающий металлический шум. Секрет фирмы, дружище. Мы предпочитаем не упускать превосходство. Доктор Эмерсон. Мы? Вы имеете ввиду другие мозги? SCP-748-4. Это всего лишь дополнительные места для хранения моей памяти. Бездумные инструменты, не больше. Вы думали, я единственный? Многие служили инвестору. Вы даже не знаете истинных масштабов этого места, не так ли? Доктор Эмерсон, масштабов объясните, пожалуйста. SCP-748-4. Нет. Теперь мне скучно, вы скучны, оставьте меня. Конец записи. Заключение. Судя по всему, SCP-748 одна из многих подобных фабрик. Я нахожу специфичным тот факт, что у SCP-748-4 крайне ограничена потребность в общении. Как же он вообще занимает себя? Возможно, я слишком много думаю над этим. Доктор Пауэл Эмерсон. Примечание. В данный момент зафиксировано 6 необъяснимых исчезновений сотрудников, причем первое из которых датируется 14.08.1996. Каждый исчезнувший находился вне поля зрения во время своего исчезновения и в некоторых случаях был неподалеку, но визуальный контакт с ним был временно потерян, когда он заходил за угол или за одну из машин. Причина исчезновения неизвестна. Охранные протоколы были обновлены с целью решения этой проблемы. На вопросы об исчезновении SCP-748-4 отвечал, утверждая, что это инциденты случаются, ваша безопасность не моя забота. Предупреждение. Ввиду того, что нарушение условий содержания SCP-748 продолжается, этот документ не завершен и может быть подвергнут изменениям. О5-12. 31.12.1999. Объект номер SCP-748. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-748 и относящиеся к нему аномалии на данный момент не содержатся. Особые процедуры содержания должны быть направлены на арест продукции SCP-748 и минимализации последствий событий Маммона. Описание. SCP-748 представляет собой фабричный комплекс, способный производить аномальные объекты. SCP-748 считается не единственным в своем роде и может функционировать в тандеме с потенциально сотнями подобных фабрик. Показания GPS, снятые из зоны 68, обнаружили сигналы, разбросанные по всем континентам, кроме Антарктики. Это может указывать на то, что сейчас SCP-748 слита с подобными ему объектами и в совокупности они функционируют как единое целое посредством пространственных аномалий. В данный момент неизвестно, когда SCP-748 нарушил условия содержания, но была выдвинута гипотеза, что охрана зоны 68 попала под удар после обнаружения SCP-748-4. Фонд не был осведомлен о нарушении до момента первого записанного события Омега Мамона. Уничтожение зоны 68 было вероятно событием Альфа Мамона. События Альфа Мамона включают в себя сбор материалов и их трансформацию в пригодные для продажи товар. Ресурсы собираются объектами типа SCP-748-5 любыми доступными способами, не различая живую и неживую материю. В сущности SCP-748-5 внешне похожи на людей, но прошли обширную механическую и хирургическую модернизацию. Их численность остается неизвестной, но считается, что они собраны из бывших работников SCP-748 и персонала зоны 68. SCP-748-5 лишены части кожи и, по-видимому, испытали на себе некий процесс, схожий с пластинацией. Техника, используемая в анатомии для сохранения тел или частей тел, изобретенная Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Вода и жир заменяются пластиком, обеспечивающим анатомические свойства и предотвращающим гниение, но с использованием более прочного и гибкого материала. К спинам SCP-748-5 прикреплены железные проживевшие клетки, открытые сверху и, судя по всему, предназначенные для сбора материалов. Их левые руки заменены на инструменты, среди которых наиболее часто встречаются серпы и циркулярные пилы. Лицо полностью отделено, на его месте закреплен рупор, схожий с использовавшимися в первых фонографах. SCP-748-5 способны переходить в неосязаемое состояние, во время которого они не могут взаимодействовать с физическим миром и способны появляться и исчезать в любом месте. Это, в свою очередь, делает практически невозможным содержание живой особи. Вскрытие погибших субъектов SCP-748-5 может быть уничтожен повреждением ствола головного мозга. Дают основания полагать, что механические части SCP-748-5 самоуничтожаются в случае смерти недееспособности носителя, без возможности ремонта и более не представляют исследовательской ценности. Событие Омега Мамона включает в себя возникновение продукции SCP-748 в местах продажи. Эти объекты, так же как и необходимая упаковка, имеют когнитивное влияние на сотрудников и владельцев подверженных магазинов. Распространители не способны воспринимать продукцию SCP-748 как необычную и постороннюю. Деньги, использованные при покупке, исчезают в момент помещения их в кассовый аппарат. С кредитных или дебетовых карт, использованных при покупке, будет списано соответствующее количество денег, но без каких-либо улик, касающихся счетов, куда деньги переведены. Первое событие Омега Мамона включало в себя внезапный наплыв аномальных объектов, все эти распространители в радиусе 40 километрах от SCP-748. Судя по всему, некоторые аномалии были вызваны намеренно, тогда как другие являлись побочными эффектами молекулярной и экзистенциональной нестабильности, по большей части созданной SCP-748. Паковки продукции привели к 56 инцидентам, включая 33 смертельных исхода, и потребовали глубокой и до сих пор продолжающейся операции по прикрытию. С того момента о событиях Мамона сообщалось со всего мира. Зона-68 была обнаружена уже уничтоженной и по большей части разобранной. Выжившие сотрудники проявляли себя враждебно к спасательным группам, результатом чего стали смерти 9 агентов спасательных групп и всех 12 сотрудников Зоны-68. Около 5 других сотрудников Зоны-68 исчезли до того, как могли быть нейтрализованы. Вскрытие выявили значительные модификации над персоналом Зоны-68, включая химическую обработку, лоботомию и механические усовершенствования. С этого момента персонал Зоны-68 был классифицирован как SCP-748-5. Предполагается, что они были превращены по меньшей мере за 2-6 лет до обнаружения, во время которых Зона-68 запрашивала и получала передовое оборудование, не найденное до сих пор. На сегодняшний день предполагается, что это оборудование было использовано для починки SCP-748. SCP-748 находится в изменчивом состоянии. Эти изменения не имеют какой-либо выявленной закономерности и стали причиной смерти 32 агентов поиска и постановки на содержание, преимущественно от перемещения внутрь и включения в SCP-748 или через потрошение быстро выдвигающимися трубами и проводкой. Наблюдение в таких условиях невозможно ввиду уничтожения камер и беспилотных дронов при событиях, сопровождающих изменения. Приложение. Эти аудиоданные были найдены среди остатков Зоны-68. Хотя часть камер записала видео, изображение было слишком искажено и не представляло ценности. Однако аудиосоставляющая оказалась восстановленной и содержала, судя по всему, монологи SCP-748-4. Считается, что SCP-748-4 на записях общается с сущностями, подобными себе по всему миру. Предполагается, что персонал фонда к тому времени уже претерпел трансформацию. На следующих записях присутствует высказывание SCP-748-4, сделанных на протяжении нескольких месяцев. Просыпайся, Ливерпуль. Пора вернуться к работе. Ценная мысль. Мы прижмем рынок к стенке. Ах, Токио, вы выжили? Какая жалость, что мы проспали войну. Это было бы очень прибыльно. Гордитесь, друзья мои, проект развивается без задержек. Двигатель бесконечности был восстановлен. Котел требует свежего материала. Мы долго ждали этого. Этот мир станет миром производителя и потребителя. А тех, кто откажется, мы подвергнем индустриализации. Мы должны исполнить свое предназначение и стать единым целым со свободным рынком. Джентльмены, я заявляю, фабрика снова в деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok